И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Псалом 119. Песнь «Восхождение». Ко Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы, сильного, с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Первое. Соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Глава четвертая. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Книга пророка Иезекииля Глава сорок пятая «Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От Него к святилищу отойдет четыреугольник по пятисот тростей кругом и кругом Него площадь в пятьдесят локтей. Из этой меры отмерь двадцать пять тысяч тростей в длину и десять тысяч в ширину. Где будет находиться святилище, святое святых? Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища». «Двадцать пять тысяч тростей длины и десять тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владения для обитания их. И во владение городу дайте пять тысяч ширины и двадцать пять тысяч длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. «И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подля священного места, отделенного Господу, так и подля городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из онных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его». Так говорит Господь Бог. «Довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его», говорит Господь Бог. «Да будут у вас правильные весы и правильная Ефа и правильный Бат. Ефа и Бат должны быть одинаковой меры, так, чтобы Бат вмещал в себе десятую часть Хомера и Ефа десятую часть Хомера. Мера их должна определяться по Хомеру. В сикле двадцать гер, а двадцать сиклей, двадцать пять сиклей и пятнадцать сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, какую вы должны давать князю. Шестую часть Ефы от Хомера пшеницы и шестую часть Ефы от Хомера ячменя. Постановление об Елее. От Кора Елея десятую часть Бата десять Батов составят Хомер, потому что в Хомере десять Батов. Одну овцу от стада в двести овец стучной пажики Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношения князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебное приношение, и возлияние в праздники, и в новомесячья, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца возьми из стада валов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покрапит ею на верее храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на верее ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте. Итак, очищайте храм. В первом месяце в четырнадцатый день месяца должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должна есть опреснаки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти семь дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по семи тельцов и по семи овнов без порока и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. В седьмом месяце в пятнадцатый день месяца в праздник в течение семи дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. Книга Пророка Иезекииля Глава 46 Так говорит Господь Бог ворота внутреннего двора Обращенные лицем к востоку должны быть заперты в продолжение шести рабочих дней а в субботний день они должны быть отворены и в день новомесячия должны быть отворены Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет уверее этих ворот и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет а ворота остаются незапертыми до вечера и народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячия всесожжение которое князь принесет Господу в субботний день должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока хлебного приношения ефана овна а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст а елея гин на ефу в день новомесячия будут приносимы им из стада валов телец без порока также шесть агнцев и овен без порока хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна а на агнцев сколько рука его подаст и елея гин на ефу и когда приходить будет князь то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить а когда народ земли будет приходить пред лице господа в праздники то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными он не должен выходить теми же воротами которыми вошел а должен выходить противоположными и князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он, и когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по Ефена Тельца и по Ефена Овна, а на Агнцев сколько подаст рука его и елея по Гину на Ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к Востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день. И после сего он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего Агнца без порока. Каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть Ефы и елея третью часть Гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение Агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения и тогда возвратиться к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу. И сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор, для освящения народа. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в сорок локтей длины и тридцать ширины, одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне, «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные». И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова